Зачем нужен задний фон при видеозвонке? С марта 2020 года мы все привыкли проводить деловые переговоры или встречаться с друзьями и семьей посредством видеозвонков. Но зачем нужен задний фон? Не всем нравится вторжение в частную жизнь. Под конфиденциальностью мы понимаем то, что в случае видеозвонков люди невольно делятся не только тем, как они выглядят в данный момент, но и тем, как выглядит интерьер дома. Поставщики услуг с видеозвонками знают об этом, поэтому они реализовали возможность использования виртуальной окружающей среды. Это позволяет заменить фактический фон предустановленными обоями или собственными фотографиями. Вы можете проявить изобретательность и даже убедиться, что звонящие сосредоточены на вашей личности и разговоре, а не на том, что вас окружает. Пользовательские или виртуальные фоновые функции в настоящее время поддерживаются наиболее часто используемыми мессенджерами и программами. Zoom, Skype, Teams, Google, Meet и Dery. Мы рассмотрим ниже, как изменить и установить фоновый обой по своему вкусу в этих четырех программах. Также вы найдете инструкции, которые подскажут, как действовать в других программах или создать фон в соответствии с вашими предпочтениями. Вам не нужно убираться дома перед видеозвонком, установите фальшивый фон в Zoom. В программе ZOM студенты сдают экзамены, бизнесмены проводят видеоконференции, онлайн-встречи, делают совместные завтраки, каваркинги, игры и даже танцевальные вечеринки. Теперь вам не нужно убираться дома перед видеозвонком, установите фальшивый фон в Zoom. Вот инструкция, как это сделать. Откройте приложение Zoom и войдите в систему. Нажмите на значок «Настройки» в правом верхнем углу. Откроется окно «Настройки программы». Переключитесь влево на вкладку «Фон и фильтры». В самом начале приложение проинформирует вас о том, что можно выбрать виртуальный фон «Хромакей». Это интересный фон зеленого цвета, это так называемый основной используемый фон. Если у вас нет зеленой стены или холста, который можно было бы растянуть перед видеозвонком, можно использовать такой одноцветный фальшивый фон. По умолчанию доступно 5 видов виртуальных фонов, 3 обычных цветных стены и 2 движущихся рисунка в виде видео, которое предварительно нужно установить себе на ПК, нажав кнопку «Скачать». Если вы не выбираете или хотите добавить собственное изображение или видео, например, из фотографии, то используйте кнопку «Плюс», она находится справа. Выберите нужный файл, и он появится в качестве фона, и данная функция одновременно добавит его в библиотеку по умолчанию. Еще одна интересная вкладка с видеофильтрами позволяет добавлять эффекты изменения цвета или добавления света в стиле «Инстаграм». Ниже, на той же странице, вы найдете кнопку «Отразить мое видео», которая показывает изображение уже на экране. С помощью кнопки «Студия эффектс» вы попадаете в бета-версию функций, с помощью которой вы можете изменять цвет губ, корректировать брови и другие линии на лице. Как сделать поменять фон в скайпе при видеозвонке – инструкция. Еще один мессенджер, который пользуется популярностью – это скайп. Мы часто звоним с его помощью своим друзьям, коллегам по работе или проводим видеоконференции. Как сделать поменять фон в скайпе при видеозвонке. Вот инструкция «Откройте скайп и щелкните значок своего профиля». В открывшемся меню нажмите «Настройки». Выберите вкладку «Аудио и видео» слева. Здесь вы увидите 5 виртуальных фонов. Остальные расположены под тремя точками. На данный момент их 20. Вы также можете добавить свой фон в скайп. Просто щелкните значок «Плюс» в разделе «Мой фон». Эти окна вы найдете также под тремя точками. К сожалению, в скайпе не получится сделать анимированный фон, то есть выбрать видео в качестве заднего плана. С другой стороны, вы можете воспользоваться кнопкой «Настройки камеры». С ее помощью откроется окно, в котором есть ползунки для изменения яркости, контрастности, оттенка, насыщенности и других параметров изображения. Замена фона при видеозвонке в Microsoft Teams инструкция. Microsoft Teams позволяет изменять фон непосредственно перед видеозвонком. С помощью кнопки «Добавить» у вас есть возможность выбрать собственное изображение, которое может стать фоном во время разговора. Вы также можете воспользоваться такой функцией, как изменить фон непосредственно во время видеозвонка. Однако она еще не включена в веб-интерфейсе и на устройствах Android. Как сделать фон для видеозвонка в Google Meet инструкция. Еще одна программа, в которой мы покажем, где вы можете изменить фон – это Google Коммуникатор. Итак, как сделать фон для видеозвонка в Google Meet. Вот инструкция – перейдите на назначенную встречу или создайте ее на Meet. Google Ком. Как и в случае с Microsoft Teams, непосредственно перед запуском у вас есть возможность изменить фон с помощью значка в правом нижнем углу окна рядом с предварительным просмотром камеры. Если вы нажмете на нее, ниже появится 26 фонов, из которых вы можете выбрать тот, который больше нравится. Справа вверху вы найдете два специальных пункта, с помощью которых можно слегка или полностью размыть задний план, который видит ваша камера. Затем вы можете использовать кнопку «плюс», чтобы снова добавить фоновые изображения. Но даже здесь невозможно добавить анимированный фон. Фоновое переключение недоступно на других платформах, кроме iOS. Видеозвонки с фоном в Cisco WebEx, инструкция по изменению фона. Давайте еще раз смотрим функцию изменения фона при видеозвонках в приложении WebEx, которые разработаны и управляется Cisco. Это программное обеспечение и относительно сложное, поэтому компаниям нравится использовать его для проведения сложных видеоконференций. Инструкция очень простая. Смена фона выполняется непосредственно перед началом вызова. В окне с собранием нажмите на опцию «Изменить фон» в правом верхнем углу. Доступны 9 различных задних планов. Если выберете один из них, то его нужно сначала загрузить. Затем можно сделать его размытым, а также сохранить в том виде, в каком он у вас есть. Используйте кнопку «плюс», чтобы импортировать на ПК другое из выбранных изображений. Справа находится опция зеркального поворота камеры. Функция переключения такого вида заднего плана доступна только в настольном ПК или ноутбуке. На телефоне использовать ее не получится. Фон видеозвонка для WhatsApp. Инструкция «Как сделать». По умолчанию в WhatsApp стоит смешной фон в виде детской картинки. Не всегда она приемлема, особенно если ведутся важные деловые переговоры. Но вы можете использовать другой задний план. Вот инструкция «Как сделать фон для видеозвонка для WhatsApp». Откройте мессенджер и нажмите три точки в правом верхнем углу. Появится меню настроек. Выберите в нем «Чаты», а затем «Обои». Выбирайте один из нескольких представленных вариантов на выбор. Стандартный – это задний план по умолчанию. Библиотека. Можно использовать фоны из библиотеки WhatsApp. Для этого скачайте отдельное приложение из Polystore. Сплошной цвет. В качестве фона используется заливка сплошным цветом. Получается, будто цветная стена на заднем плане. Галерея. В качестве фона можно выбрать фото или рисунок с вашего телефона. Без обоев. Задний план будет в виде заливки серым цветом. Выберите сначала необходимую категорию, а затем подберите предпочитаемый фон, который вы хотите использовать. Как сделать более сложное изменение фона для видеозвонка. Если функции изменения фона в этих вышеперечисленных программах вы считаете недостаточными или вообще используете другую программу для видеоконференции, которая даже не поддерживает подобные опции по изменению заднего плана, то можно воспользоваться другими приложениями. Особенно, если хочется создавать необычные видео и удивлять своих собеседников. Некоторые из этих приложений доступны бесплатно, другие или платные. К примеру, вы можете попробовать применить такие программы, большинство из них приложения для Windows, но также и для платформы. Mac OS X, которая работает с подключенной обычной веб-камерой. Их можно использовать в сочетании с Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, WebEx и Деры. В которых можно удобно и быстро изменять фон видеозвонков. После установки программы вы можете полностью удалить или размыть фон, добавить интересные эффекты или вместо этого разместить свои собственные изображения и даже слайд-шоу Powerpoint. Однако в большинстве программ более продвинутые функции доступны только в платной версии. Если вам нужен более сложный задний фон, то стоит воспользоваться продвинутым фоновым редактированием при помощи Open Broadcaster Software OBS. Это программа с открытым исходным кодом для потоковой передачи и записи с экранов компьютеров, которая понравится особенно опытным пользователям. OBS позволяет записывать видео для заднего плана с любого источника или транслировать с любого устройства. Это очень удобно. Передача данных выполняется в основном с использованием протокола обмена сообщениями в реальном времени. Программа включает настройки для самых популярных интернет-сервисов, которые позволяют вести потоковую передачу данных. Еще один вариант для изменения заднего плана для разговора по видеосвязи – это разные расширения. Их нужно скачать и установить на свое устройство. Благодаря расширению вы создадите виртуальную камеру программе, включите ее в меню «Инструменты». Затем запустите его с помощью кнопки внизу справа «Запустить виртуальную камеру». Теперь вы можете изменить фон или настроить доступные параметры по мере необходимости. После того, как вы это сделаете, откройте выбранную программу видеосвязи, переключитесь на параметры изображения в ее настройках и выберите виртуальную камеру в качестве источника. Устройство переключится на нее и ваш собеседник будет видеть интересный фон при разговоре, а не беспорядок в квартире и так далее. Удачи! Видео «Как заменить фон на видео за 2 минуты». Прочитайте по теме. Продолжение следует... Продолжение следует...